Добрый день! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем видео. Сегодня пятница, завершается текущая торговая неделя, поэтому поговорим о тех событиях, которыми как раз завершается текущая неделя. Твит Трампа, миллион заразившихся коронавирусом, рекордное количество заявок на пособие по безработице. И фактически об этом мы будем говорить в ближайшие несколько минут, поэтому всем добрый день и мы начинаем. А перед началом напомню, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео и подписаться также на уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить уже добавление всех следующих трансляций. Ну а давайте начнем с того движения, которое мы видели вчера по нефти, да, рост буквально за несколько минут на 30%, давайте посмотрим с чем же это было связано. Ну безусловно, в первую очередь это было связано с твитом Трампа, который написал вчера о том, что до него дошла информация, что Саудовская Аравия и президент России Владимир Путин смогли договориться о снижении добычи. Причем он написал о том, что возможное снижение может быть порядка 10 миллионов. Позже, буквально несколько минут спустя, он добавил, что снижение на 15 миллионов было бы еще лучше. Ну давайте посмотрим, ну во-первых мы с вами сразу же давайте посмотрим в разрезе графика, как нефть реагировала на данную ситуацию. И затем уже посмотрим, насколько это действительно было оправдано. Сейчас я открою нефть марки Brent. Ну то есть фактически мы в моменте видели рост там до порядка 38%, ну здесь по CFD на Brent, ну то есть в среднем это порядка 30% был рост после этого. Ну то есть понятно, что если сказали о том, что добыча будет снижаться, значит будет меньше предложений, значит она будет растет. В принципе все логично, но давайте посмотрим вот сюда. Если мы обратимся к статистике по добыче, то есть чтобы в принципе понять, насколько много или мало 10-15 миллионов, то давайте посмотрим то, что Саудовская Аравия в день добывает 11 миллионов, ну почти 12, Россия добывает 11,5 миллионов. То есть фактически снижение на 15 миллионов это ну вот практически все то, что добывают обе страны вместе взятые. То есть конечно цифра колоссальная и ну фактически Кремль не подтвердил данных разговоров, данных переговоров, ну на фоне чего нефть потом стала снижаться. То есть он таким образом сманипулировал рынком, опять же ну вряд ли президенту США припишут манипуляцию рынком, но тем не менее на текущий момент это очень было похоже на то, что он сказал. То есть фактически цифра не соответствует действительности и вряд ли такое может произойти. Это важно иметь в виду, потому что сейчас мы видим то, что нефть корректируется, ну точнее уже вчера после того, как это произошло, нефть упала обратно там на 15%, в течение еще нескольких часов корректировалась на порядка 20%, сейчас рост продолжается. Вполне возможно, что мы прошли ту точку разворота, которая здесь могла быть и вполне возможно, что Трамп этому поспособствовал. Но будем дальше смотреть, потому что сейчас тенденция по нефтемарке Brent, ну и в целом по нефти, она приобретает вид как раз восходящий. А следующая вещь, которую стоит разобрать, это, ну можно сказать, там бомба замедленного действия, которая сейчас есть. Это растущая безработица по всему миру. Везде продляется карантин, в России был продлен карантин вчера, США закрывает, отдельные штаты, закрываются малые предприятия. Соответственно, это все влечет за собой увольнение людей, соответственно, закрытие бизнесов и непоступление новых денег в экономику. Соответственно, вчера те данные, которые были опубликованы, они, ну, не идут в разрез ни с чем. То есть, фактически, такого никогда не было. Когда заявок за неделю на пособие по безработице было подано более 6 миллионов, то есть, такого даже не было во время Великой Депрессии. Но, тем не менее, то есть, во время 2008 года, если посмотреть информацию, то мы с вами видим то, что даже тогда это было порядка 630 тысяч. То есть, колоссальный рост буквально за несколько недель. То есть, сначала мы выросли на прошлой неделе до 3 миллионов, на этой неделе выросли до 6 миллионов. Ну и, скорее всего, показатели non-farm payrolls, безусловно, выйдет негативный, скорее всего, сегодня. Соответственно, пока рынки на это не реагируют, но, опять же, здесь, наверное, ключевое слово пока. Пока эту информацию не восприняли, пока ее не переварили, рынок продолжает двигаться в том же направлении, по крайней мере, сильно не падает. Но, скорее всего, в ближайшее время это может вылиться как раз еще в одно снижение рынка. Поэтому пока вот этих признаков восстановления экономики, восстановления роста, пока их не поступает, к сожалению. Ну и новости по коронавирусу. На текущий момент уже мы превысили количество больше 1 миллиона заразившихся. На текущий момент темпы роста не снижаются. Но если мы посмотрим, то вчера дневной прирост составил порядка 80 тысяч, а днем ранее он был порядка 75 тысяч. То есть темпы набираются, США все еще лидируют, потом Италия, Испания. И по количеству смертей Италия, Испания сейчас находятся на первом, втором месте. Ну и дальше к ним уже подбирается Франция. Поэтому пока распространение здесь продолжается, пока нет, опять же, позитивных признаков снижения. Поэтому ждем еще одной волны также снижения по мировым рынкам. И вполне сейчас это будет ожидаемо. Ну а теперь давайте посмотрим с точки зрения торговых идей, что сейчас есть, что сейчас происходит. И что в принципе на рынке может быть интересно с точки зрения торговли. По евро-доллару у нас продолжается фаза данного нисходящего снижения. Здесь мы движемся по направлению на 1.06. Собственно, тренд нисходящий здесь сохраняется. Следующие цели как раз по снижению это область 1.06, возможно, до 1.05 тоже сходим. Но пока здесь ничего не меняется. Тенденция, которая у нас началась 31 числа, она все еще продолжается. Поэтому здесь продажи сохраняются. Пока здесь новых позиций не открывают. Так как не было возможности войти в начале этого движения, уже сейчас эту позицию пропускают. А вот по фунту как раз мы сейчас переходим в фазу нисходящего движения. Здесь как раз появляется возможность, вот как раз на момент записи данного видео, появляется интересная возможность. Если цена 11-часовая свеча по времени терминала сможет закрыться ниже минимума вчерашней торговой сессии. Это как раз уровень 1.2348, вот та свеча, которая сейчас у нас есть. То здесь как раз будет дан сигнал на поиск продаж. То есть я дождусь этого закрытия и после этого уже приму решение открывать сделки по британской валюте или нет. Потому что потенциал снижения здесь может быть очень хороший. И в принципе достаточно неплохое соотношение риск прибыли здесь мы можем получить. Поэтому вот к британской валюте сегодня я присмотрюсь безусловно. По паре американский доллар, канадский доллар здесь пока у нас сохраняется здесь восходящее движение. Но мы видим, что цена уже нескольких торговых сессий не может обновить максимум, который был 31-го числа сформирован. То есть мы идем в таком небольшом коридоре. Соответственно здесь мы можем ожидать как возврат к продажам по американскому доллару. И для этого нам нужно увидеть закрепление за минимальными значениями, которые были сформированы вчера по цене 1.4087. Если цена сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать как раз продолжения нисходящей формации по данному инструменту. И тогда можно посмотреть уже новые продажи здесь рассмотреть. Пока мы не закрепились ниже данного уровня, здесь сохраняются все еще покупки. По паре американский доллар, японская иена. Сделка, которая у меня была закрыта по стоп-лоссу. То есть то, что я открывал на покупку, мы показали еще один нисходящий импульс. Но сейчас вновь мы переходим в фазу восходящего движения. Вчера мы смогли закрепиться выше максимумов. Ну, точнее, сегодня уже мы торговались выше максимумов, которые были сформированы 1 апреля. И фактически сейчас у нас появляется новый сигнал на то, что можно искать покупки. Здесь для входа я поставил точно так же отложенный ордер. Если цена скорректируется в область 107.31, то тогда меня в рынок возьмет. Я, собственно, в эту сделку войду. Пока здесь открывать сделок по рынку я не буду, продолжаю здесь наблюдать. По австралийцу также продолжается здесь нисходящее движение. Но, к сожалению, может быть, я не мускай рано удалил отложенный ордер, который у меня здесь стоял. Потому что была возможность как раз неплохо присоединиться. Как раз вот на данном импульсе, который был 1 апреля. Но что поделать. Соответственно, сейчас сохраняется здесь нисходящее движение. Пока для поиска покупок здесь немножко рано. То есть нет сигналов для входа на покупку. Но ближайшие, за чем мы можем следить. Во-первых, для того, чтобы подтвердить настрой нисходящего движения, цена нам должна показать уход ниже минимумов на 0.60. То есть если она туда уйдет, то мы получим дополнительное подтверждение сохранения нисходящей формации. А если мы увидим обновление локальных максимумов, то тогда можем ожидать как раз переворот и уже поиск для покупок. По новозеландцу также у нас сохраняется нисходящее движение. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Здесь цена движется немножко иначе, чем по австралийцу. Но тем не менее. То есть сейчас торгуемся вблизи поддержки на 0.58.81. Для подтверждения сохранения нисходящей формации нам необходимо увидеть как раз уход ниже данного уровня. Ну а закрепление выше максимумов 0.59.76 уже даст предпосылки на возобновление восходящей формации по данному инструменту. А золото делает попытки восстановительного восходящего движения. Вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были 1 апреля сформированы. Поэтому сейчас можем говорить о том, что вновь завершилась вот эта коррекция с точки зрения часового таймфрейма нисходящая, которая была по золоту. И сейчас мы опять переходим в фазу роста. Ну то есть неопределенность на рынке растет и все опять возвращаются в золото. То есть собственно это мы и предполагали. Поэтому сейчас ожидаем дальнейшее движение уже на 1645 и 1700 соответственно. По индексам пока сильной волатильности на этой неделе мы не видели. Но тем не менее и сильного роста опять же не наблюдалось. Поэтому сейчас мы видим то, что колебания несколько снижаются. Но на мой взгляд пока и DAX и S&P500 остаются в нисходящей формации. Если мы возьмем DAX, пока не может закрепиться ниже области 9339. Но пока общее направление здесь и общие фонды сохранятся нисходящие. Поэтому для подтверждения как раз нисходящей формации нам необходимо увидеть уход ниже данного уровня. И в этом случае уже мы получим дополнительное подтверждение нисходящей формации по данному активу. S&P тот инструмент, по которому у меня сейчас открыта сделка. Сделка открыта на продажу. И собственно здесь я данные продажи все еще также ожидаю. С целями снижения, возможными целями до 2200 и 2100 соответственно. По S&P, то есть если мы посмотрим чуть ближе, опять же стоп-лосс я уже перенес в безубыток по точке входа, по которой сделку я открывал. Сейчас я ожидаю для сохранения как раз данной нисходящей формации необходимо увидеть обновление минимальной значения. То есть цена должна уйти ниже области 2435. Соответственно если она туда уйдет, то я для себя получу дополнительное подтверждение, что сохранится нисходящая формация. Если будем закрепляться выше максимумов, то здесь сделку я скорее всего закрывать буду руками. Стоп-лосс я туда пока не переносил, но это тот разворотный уровень, после преодоления которого я как раз из продаж по S&P 500 выйду. Но пока все указывает все-таки на то, что общий фон и общее настроение у нас идет на ослабление фондовых индексов, ну в принципе фондового рынка, да и в целом в принципе экономик. По нефти марки Brent вчера вот буквально за несколько минут до открытия позиции я поставил сложный ордер, так как у нас сформировалась как раз появилась формация на вход на покупку, то и мы как раз показали ретест к данному уровню. Сейчас я покажу вот данный локальный максимум, цена закрепилась, был ретест, как раз в момент этого ретеста я посмотрел, потому что ну нет, как-то высоковато и решил поставить отложенный ордер чуть ниже. На тот случай цена еще туда скорректируется, ну и собственно меня в сделку возьмет. Но сейчас буквально спустя несколько минут цена улетела выше, собственно я уже ознакомился с тем, что повлияло на данную информацию, потому что ну возможно можно было открывать и по рынку, тем более здесь практически был, ну в рисках я не был, но и тем не менее для того, чтобы оставаться в рисках, эту позицию я открывать не мог. Но вот такие ситуации они тоже бывают, с ними тоже нужно работать и научиться их принимать и анализировать уже для дальнейших действий. Ну а на сегодня это все, с вами был Исааков Роман, как всегда напомню, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк, ваши вопросы, которые у вас появились, оставляйте в комментариях к этому видео. Ну а мы увидимся с вами на следующей неделе и продолжим смотреть, что у нас происходит на рынке и какие ситуации интересные для торговли появляются. Всем желаю хорошего торгового дня, хороших выходных и увидимся на следующей неделе.